Как активировать маркеры для видеодоски? Их нужно заправить водой. Для этого мы откручиваем держатель стержня. У нас получается здесь такой механизм с пружинкой, через него идет вода. Идет сама краска. Мы его тоже открываем и обратите внимание, насколько у нас густая сейчас краска. А раз краска густая, значит она будет плохо писать, тяжело стираться. Ее ненадолго хватит и она будет плохо светить. Мы просто добавляем шприцом или под краном в раковине добавляем туда воды. Давайте крупным планом покажем. Добавляем сюда водички. Там сейчас маркера было где-то вот столько было. Ну вот буквально до семидесяти процентов я где-то еще до сюда добавим воды. Закрываем, закручиваем назад. То есть сейчас у нас мел разбавился водой, краска стала более жидкая. И уже после этого мы хорошенько закручиваем и активируем. Что значит активируем? Нажать стержень и потрясти. Сейчас нам нужно перемешать хорошенько. Да, вот и мы уже активируем и мы видим, что уже краска пошла стерженая, начал пропитываться. В принципе все. Осталось хорошенько потрясти и дождаться, когда стержень пропитается. И можно будет писать. Сейчас также покажем, как уже можно писать. Вот этот маркер у нас уже активирован, тоже красный-синий. И давайте посмотрим, как он ведет себя на доске. И вот, собственно, пультом мы будем уже писать. Это у нас получается синий. Можно выбрать другой цвет. Синий, губой, бирюзовый, красный, фиолетовый. Давайте вот становимся, например, на... Здесь еще светло в помещении. Можно прям близко-близко снять. Потому что без подсветки маркер выглядит вот так. С подсветкой он выглядит вот так. На темном фоне он еще и ярче светлее. Ну и... Также можно... Так вот выглядит у нас синий маркер. Вот так вот у нас выглядит красный маркер. Ну и как стирается маркер? Чуть сильнее нажимаем, и он легко стирается. Особенно, когда высохнет он. Легко стирается.